с преступлением Петра Порошенко в Верховной Раде. Госдеп США видит ситуацию словно в зеркальном отражении, обвиняет в нарушении режима тишины ополченцев. Украинское правительство несет ответственность за очень малое количество подобных случаев. Зато Пентагон признался, что ошибка отсылка живых спор сибирской язвы была куда масштабнее, чем говорилось ранее. Угроза все же есть. Самые считания неизвестной. Виенные признали 50-е посылок за смертельное страны. Урал залезает дожди, Екатеринбург в Перми и в Европе. В Пентагонии Семья ждет именно на ней и приходит в доме у родственников на приусадебном участке сразу закипит. Рабочих рук в хозяйстве всегда применение найдется. Александр Пугачев, Евгений Земляников, Владимир Кожанов, 5 канал, Свердловская область. Президент Украины собирается на официальном уровне объявить Донбассу продуктовую блокаду. Об этом заявил лидер фракции блока Петра Порошенко в парламенте Юрий Луценко в эфире украинского телевидения. По словам депутата, сейчас оказывается Киев кормит Донбасс, в том числе ополченцев. Чтобы это прекратить, надо полностью остановить поставки продовольствия на Юго-Восток. А если мирные жители не хотят умереть от голода, продолжил Луценко, пусть уезжают. Все наши граждане, которые понимают эту ситуацию, должны выехать на свободную территорию Украины. Грузы с продовольствием, товарами народного потребления на оккупированной территории Донецкой и Луганской области не должны идти. Это твердое решение президента. В Донбасс уже давно централизованно не поставляют продовольствия с Украины. Однако, как заявил Луценко, продукты возят рядовые граждане. Для этого им еще приходится давать взятки на блокпостах, чтобы люди, цитирую, не коррумпировали военных и чиновников, лидер президентской фракции предлагает устроить полную блокаду. В Пентагоне сегодня дали пояснение по инциденту со спорами сибирской язвы, которые из оборонного ведомства разошлись по нескольким странам мира. Масштаб рассылки оказался гораздо более значительным, чем сообщалось изначально. Смертельно опасные посылки попали в 51 лабораторию в 17 штатах, в том числе в округ Колумбия, то есть в столицу страны. В списке еще три государства – Канада, Австралия и Южная Корея. Что касается угрозы для населения или для тех, кто мог контактировать с образцами при их транспортировке, то мы считаем, что риск здесь равен нулю. Речь идет об одном миллиметре жидкости внутри коробки, но для людей, которые занимались упаковкой или наоборот, распаковывали образцы, угроза все же есть, хотя мы и считаем ее крайне низкой. Как пояснили в военном ведомстве, данных о том, что это был чей-то злой умысел – нет. Специалисты просто ошиблись. Вместо неактивных возбудителей болезни разослали по всей стране живые вирусы. Вашингтон принес официальные извинения. В Иерусалиме сотни палестинцев выступили против фестиваля света. Этот праздник проходит каждый год. Тысячи туристов прибывают в старый город, чтобы посмотреть световое шоу. Но в этот раз полюбоваться феерическим зрелищем не удалось. Недовольство протестующих вызвали проекции изображений на стены мусульманских святынь. Демонстранты сорвали открытие фестиваля, в полицейских полетели камни и пустые бутылки. Стражам порядка пришлось применить шумовые гранаты. Полицейские выявляют зачинщиков беспорядков. Четверо участников акции уже задержаны. В штате Пенсильвания автобус с итальянскими туристами столкнулся с грузовиком. Люди ехали на экскурсию к Ниагарскому водопаду. Три человека скончались на месте. Десятки пострадавших доставлены в больницы, на машинах скорой помощи и вертолетах. Как сообщается, виновником аварии, скорее всего, был водитель фуры. По неустановленным причинам он выехал на встречную полосу. Все произошло в 120 километрах юго-западнее Нью-Йорка. Китайские спасатели извлекли из корпуса затонувшего теплохода еще несколько десятков тел погибших. Таким образом, на данный момент в списке жертв 65 пассажиров. 14 человек еще в первый день были найдены живыми. Более 350 пока считаются пропавшими без вести. Масштабная поисковая операция продолжается. К месту трагедии прибыли родственники пассажиров. Но к самому теплоходу их не пустила полиция. У людей, которые уже не первый день ждут хоть какой-нибудь информации о близких, сдали нервы. Толпа прорвалась через военизированный кордон. Полиция в итоге получила приказ не препятствовать. Наши близкие остались там, внутри. А власти демонстрируют полное равнодушие. И мы чувствуем бессилие и отчаяние. Мы просто хотим быть ближе к нашим родным. Правоохранители пообещали, что сегодня всех желающих организованно доставят на место спасательной операции. Очередные переговоры ЕС и Греции по экономическим вопросам вновь ни к чему не привели. Встреча греческого премьера с главами Еврокомиссии и Еврогруппы завершилась минувшей ночью в Брюсселе. И сразу по окончании беседы стало ясно. Никаких конкретных решений стороны не выработали. Официальные Афины наотрез отказываются повышать налоги и сокращать социальные выплаты. А без этих условий Евросоюз не готов предоставить стране финансовую помощь. Но греческое правительство сохраняет оптимизм. По словам Алексиса Ципроса, власти все же рассчитывают на компромисс. Наша дискуссия прошла в дружеской атмосфере. Но я считаю, что единственное конструктивное предложение поступило от греческого правительства. Мы уже очень близки к тому, чтобы договориться. И надеюсь, что в течение нескольких дней мы придем к полному согласию. Я с оптимизмом смотрю на то, насколько реалистичная Еврокомиссия подходит к нашему диалогу. Напомню, сейчас государственный долг Греции превышает 240 миллиардов евро. И первых выплат в международном валюте журналистов не беспокоится по этому поводу. И добавил, что по всем остальным вопросам ему удастся достигнуть прогресса. В Душанбе сегодня встретятся министры обороны страну ДКБ в повестке заседания о вопросе развития военного сотрудничества. Глава российского военного ведомства уже прибыл в Таджикистан и проинспектировал ход строительства объектов на российской базе. Увиденным министр остался недоволен. Нарекания вызвали темпы и качество работ. Некоторые важные объекты, например, госпиталь, строят уже 8 лет. А что вам надо, чтобы вы вот это вели к 1 сентября? Для того, чтобы вели к 1 сентября, нужна доставка оборудования, заключение контракта и увеличение лимитов по оплате. Не понял. Объясните еще раз. То есть на 25 декабря у вас все есть? Есть лимиты? Ну, по плану, да. Есть необходимые средства, да? Да, так запланировано. А на сентябрь, если их уже нет? Еще нет. Что-то непонятно, что докладываете на него. Значит, избегитесь, доложите. Больницу фигуру сентября есть? Есть. Также Сергей Шойгу осмотрел казармы, столовую, поликлинику и два новых общежития для контрактников. Строительство всех объектов по приказу Сергея Шойгу теперь будет на контроле Национального центра управления обороны России. В ходе визита министр также возложил венок к обелиску воинам, погибшим при исполнении долга. В Перми несколько дней не прекращаются ливни. Затоплены улицы, дворы и подъезды жилых домов. В некоторых районах вода поднимается до полуметра. Из-за непогоды рухнуло кирпичное ограждение фабрики «Гознак». Ливневая канализация, на которую не раз жаловались горожане, не справляется с таким потоком воды. Стихия сейчас испытывает на прочности и Свердловскую область. Накануне там 15 минут шел град. Повреждения получили автомобили. В Екатеринбурге из-за сильной грозы временно была приостановлена работа метрополитена. В Подмосковье начала тренировку особая служба авиалесоохраны. Это пожарные парашютисты. Часто борьбу с возгораниями надо вести в лесной глуши, куда добраться можно только по воздуху. И здесь в бой с пожарами вступают эти универсалы. Роман Ашмухаметов поинтересовался, означают ли их тренировки, что скоро начнется горячий сезон. Для многих из них горячий, а точнее горящий сезон уже начался. Те же, кому еще только предстоит отправиться на борьбу с огнем, проходят плановые тренировки, раз за разом отрабатывая приземление с порошок. Их не зря называют лесным десантом. Чаще всего тушить пожары приходится там, куда не добраться их коллегам на автомобилях. Попасть в тайгу или высоко в горы можно только по воздуху. Навык десантирования в заданную точку должен быть отработан до автоматизма. Маленький Ан-2 поднимает пожарных в небо. С момента взлета до прыжка 5 минут. И пойдешь по коробочке. Пройти по коробочке значит пролететь по заданной траектории. Опытный инструктор по рации помогает отточить в небе каждое упражнение. Парашют-лесник очень маневренный, развивает большую скорость, но управлять им не так просто. Поэтому практика здесь лишней никогда не бывает. Даже для профессионалов. Парашютист садится именно на такие неподготовленные площадки. И, соответственно, там могут быть и пни, коряги, и приземлиться не в очень благоприятных условиях. Вот он должен при приземлении увидеть что-то, отойти от этих препятствий. Кадровый военный Игорь Порфирьев после ухода в запас не захотел сидеть дома. Приобрел новую специальность. Пожарный парашютист. Пригодились знания, полученные во время службы. Говорит, работа нравится. Здесь и настоящая опасность, и романтика. Бороться с огнем приходилось почти по всей стране, где только не побывал. Работа тяжелая, опасная, но в то же время и романтики очень много в ней. Путешествуем в таких местах, в которых люди платят деньги, чтобы отдохнуть. А мы в этих местах производим полезную работу. И когда возникает минуты, скажем так, затишья, возможность отдохнуть, то это даже ни с чем не сравнимо. Иван Ротарь еще только собирается вступить в ряды авиалесоохраны. Складывает парашют после второго в жизни прыжка. Еще 15 прыжков, чтобы обучиться. Полный курс обучения 17 прыжков. Находиться рядом с очагом пожара парашютисты могут неделями, до тех пор, пока не потушат огонь. В составе одной бригады от 6 до 8 человек. Снаряжение, продукты, палатки, все, что необходимо им для работы на месте, спускается на грузовом парашюте, в том числе и средства тушения. На мне ранцевый лесной огнетушитель. Объем этого рюкзака 18 литров. На первый взгляд, не так уж и много. Но дело в том, что в воду добавляют специальный раствор, который позволяет жидкости растекаться более тонким слоем. Можно потушить большую площадь. С момента получения команды пожарные парашютисты в течение 10 минут готовы вылететь в любой уголок страны. Они не видят родных месяцами и привыкли работать тогда, когда отдыхают другие. По прогнозам, горячее всего этим летом будет в Якутии. А это значит, в ближайшее время не отправятся в командировку в самый большой российский регион. Роман Шмухаметов, Михаил Бахтияров, Ринат Ахтереев, Пятый канал. Пятый канал продолжает телемарафон «День добрых дел». Мы рассказываем о детях, которым срочно необходима дорогостоящая медицинская помощь. Сегодня совместно с благотворительным фондом «Детские сердца» мы собираем деньги на спасение Егора Кузнецова. У мальчика тяжелейший порог сердца. Сейчас ему требуется очередная операция. Стоимость курса лечения 2 миллиона 600 тысяч рублей. Александр Алексеев расскажет подробнее. Они, несмотря ни на что, верят, что у их маленького Егорки все будет хорошо. Малышу только год с небольшим, но он уже перенес две сложнейшие операции. Его родители, бабушка и дедушка, как могут, поддерживают друг друга и стараются лишний раз не произносить вслух страшный диагноз – врожденный порог сердца. Самый тяжелый момент был в роддоме, когда мы узнали. Именно тогда, потому что, во-первых, никогда с этим не сталкивались. Первая девочка у нас здоровенькая. И как бы, я даже не представляла, как это, когда ребенок болеет, когда ребенок инвалид. Это был настоящий удар. Бабушка Егора тогда едва оправилась от потрясения. Когда мы привезли ее в роддом, и мне сказали, ну, что у мальчика порог сердца, мне сразу другую больницу отвезли. Первую операцию Егора сделали уже на пятые сутки после рождения. Вторую – четыре месяца спустя. По возрасту мы отстаем от всех деток. Из-за того, что у нас после второй операции тяжелые неврологические нарушения, он сейчас вот лоб только начал держать, сам не сидит, вот поддерживаю он. Время работает против Егора. Следующие топлечения откладывать опасно. Последствия станут необратимыми. Ребенку нужна операция. Ребенку нужно оперировать, потому что он растет. Выполнена гемодинамическая коррекция в том возрасте, когда сердце было определенных размеров. Оно подросло. Нужна новая коррекция на данные размеры сердца. В Курске операции такой сложности не делают. Помочь малышу согласились врачи одной из клиник Германии. Но стоимость всего курса лечения составляет 2 миллиона 600 тысяч рублей. Когда Анна об этом услышала, то единственная надежда снова сменилась отчаянием. Нам не вытянуть такую сумму. Но собирать это нереально, а продать нам нечего продать. Отец Егора отправился в Москву на заработки. Дед, рассказывая о внуке, с трудом сдерживает слезы. И сейчас день и ночь с руками сходить. По очереди носим. Вопреки всему, родные Егора верят, что у их малыша есть будущее и надеются на помощь неравнодушных людей. Пока еще не поздно. Александр Алексеев, Андрей Грабилин, Виталий Голубцов и Андрей Шум. Пятый канал. Курская область. Чтобы спасти Егора, отправьте смс на короткий номер. 7195. В тексте сообщения укажите цифрами ту сумму, которую вы можете пожертвовать. И деньги автоматически спишутся с вашего мобильного счета. Эта услуга доступна для абонентов МТС, Мегафон, Билайн и Теледва. Еще раз, короткий номер. 7195. Это программа «Сейчас». Новости на пятом. Продолжаем выпуск. Константин Крылов разбирается в тонкостях закона. Позор пьянице и дебоширу Семену Семеновичу Горбункову. Похоже, что вскоре эта фраза из культового фильма «Бриллиантовая рука» вновь обретет актуальность. И возле каждого московского подъезда вместо доски объявлений появится доска позора, на которой будут размещать фотографии хулиганов и нарушителей общественного порядка. Жители этого московского двора, кажется, уже даже знают, кого следует на такой доске повесить. Ребята садятся вот сюда, ну и сюда, и пьют. Подростки. В подъездах испражняются, есть такое. По вечерам встречают в подъездах наркомана. Возродить практику общественного порицания бытовых правонарушителей предложили активисты движения «Безопасная столица». Вот их патруль из крепких молодых людей, которые неспешно прогуливаются в одном из столичных парков. Их внимание привлекает мужчина с бутылкой пива. Подошли и вежливо объяснили – здесь общественное место, гуляют дети, отдыхайте, пожалуйста. А вот спиртное – только дома или в специальных заведениях. И раньше, наверное, всем хотелось, чтобы порядок был у них во дворах, в парках, в прилегающих где-то территориях. Но поскольку поодиночке эти задачи решать достаточно сложно, а когда все это приобрело определенную оболочку, мы всегда рады, готовы, потому что идея-то общая, нужно не забывать, чтобы Москва стала одним из самых безопасных городов мира. Вот хозяева выгуливают питомца на детской площадке, без намордника. Опять непорядок. Таким ребятам вряд ли кто-то осмелится возразить. А что делать, если нарушение заметила хрупкая девушка или пенсионерка? Вот и родилась идея – снимать хулиганов на телефон и выкладывать видео на всеобщее обозрение. Сначала на создаваемый веб-портал, а дальше на доски позора. Кто-то пьет на детской площадке, хотя точно знает, что этого делать нельзя. Кто-то курит около детского сада, встречая своего ребенка. Кто-то паркуется на газоне. То есть вот все те мелкие правонарушения, на которые иногда просто у сотрудника полиции сил нет. В этой новой элитной высотке на севере Москвы своих пьяниц и дебоширов пока не нашлось. Но здесь уже готовы инициативу сверху воплотить жизнь. Ну вот даже можно посмотреть на доске у нас. Я разместила информацию, вот идеальный порядок существует, чтобы люди познакомились нашего дома. И как-то, может быть, тоже активное участие приняли, может быть, и патрулировали тоже наш район. Жители Петербурга помнят, в северной столице столб позора с фотографиями правонарушителей устанавливали еще пять лет назад. Но повсеместно они так и не появились. Видимо, дело в том, что такое публичное порицание противоречит Конституции, считают юристы. Закон гарантирует гражданам охрану личной жизни. Было ли правонарушение или не было правонарушения, может установить, ну, по крайней мере, суд или какие-то другие органы, соответствующие закону. Ну, в частности, органы полиции, допустим. И более того, мы уже не только устанавливаем, имеется правонарушение, не имеется, мы уже подвергаем человека ответственности. То есть накладываем на него наказание. Авторы проекта говорят, на всеобщее обозрение выставлять будут не портреты, а репортажные снимки, фиксирующие сам факт правонарушения. Съемка и публикация фотографий, сделанных в общественных местах, не запрещена. Но придется еще доказать, что в этом случае объектом съемки был не сам нарушитель, а общественное место, куда он отправился, скажем, чтобы уединиться по надобности. Константин Крылов, Андрей Брыков, Максим Вознюк и Ринат Ахтереев. Пятый канал. Москва. В Москве в Государственном музее имени Пушкина открылась выставка, на которой представлен уникальный архив знаменитого писателя Томаса Манна. В основе экспозиции фотографии. С их помощью можно проследить всю жизнь Нобелевского лауреата. Детство, жизнь в Мюнхене, эмиграция из нацистской Германии и возвращение на родину 20 лет спустя. Посвящена выставка сразу двум большим событиям. 140-летию со дня рождения литератора и году немецкого языка и литературы в России. Мне кажется, что это очень важная для нас возможность активизировать контакты. Прежде всего, обратиться к молодым людям, заинтересовать их языком, литературой и культурой страны-партнера. В следующем году традицию планируют продолжить. 2016 объявлен годом российско-германских молодежных обменов. Такие новости. Это была программа...